добрый день дорогие друзья филателисты все зрители моего канала сегодня будет обзор очередного года марок россии хронологии до 2003 года ну и сразу хочу предупредить это видео будет последним перед там очередным перерывом поскольку я две недели буду в отпуске буду проводить свой отпуск в турции как вы понимаете вдали от коллекции вдали от возможностей съемки поэтому вот некоторое время новых видео не будет ну а сейчас давайте смотреть марки 2003 года у меня они собраны все но скажем так они расставлены несколько хаотично и достаточно плотно для меня вот мы тут обсуждали с одним коллегой в комментариях к моему видео восхищался тем как у меня стоят марки в альбомах да там достаточно свободно но вот 2003 год у меня достаточно плотно стоит почему потому что это был год когда достаточно много марок выпустили там с каждым годом количество вот их в нулевые увеличивалась и ну вот те стандартные там 45 страниц которые у меня в альбоме отведены под каждый год вот этой вот хронологии российской и в данном случае как бы немножко стало уже не хватать особенно учитывая то что там были выпуски вы сейчас увидите большие очень блоки листы но тем не менее поехали вот это вот серия марок она такая уникальная для отечественной филателии это видите здесь изображены фрукты но не просто фрукты а кто не в курсе значит это марки с запахом то есть если взять немножко потереть пальцем эту марку но я сейчас это делать не буду вообще я такой эксперимент проводил сразу скажу вот она начинает издавать запах соответствующего фрукта там ананаса груши земляники яблоко дыни да как это достигнуто дело в том что туда при значит вот печати до слой краски там были внесены такие микро как сказать микропоры по моему это правильно называется да и туда закачан ароматизатор вот с соответствующим запахом соответствующего фрукта ну вот ну достаточно необычный такой вот да во всяком случае не стандартный выпуск и сами по себе марки да вот круглые вот сама да сама марка то что что вот вы видите вокруг вот это вот да на самом деле это поля вот это да вот вот она сама марка вот в границах перфорации она круглая но еще и вот они пахнут ну это арам хачатурян естественно самое гениальное его произведение балет спартак хотя мне в принципе за его творчество больше всего нравится конечно вальс драме лермонтова маскарад если кто не слушал послушайте потрясающие конечно произведение я не считаю себя знатоком музыки до классической но тем не менее хачатурян действительно я считаю его великим композитором и вот несколько его конечно вещей грандиозных это вот в первую очередь танец с саблями спартака да и вот этот вот вальс маскараду ну дальше у нас тут идет эти чем немножко наверно увеличить чтобы было лучше видно вот так вот вот фауна на это вот совместный выпуск россии с ираном сохранение природы каспийского моря видите здесь каспийская нерпа да и белуга вот ну и вот такой вот очень красиво мне тоже нравится выпуск жуков это марка посвященная полету терешковой сорокалетия полета в космос первой женщины космонавта ну и стандартные очень много марок у нас выходит посвященных всяким каким-то вот событиям на этом связанным с государственными органами вот это вот традиция кстати в нулевые такого особо не было но было конечно там что-то типа там вот годовщина принятия конституции там в 90 вернее да вот но их было относительно мало а вот в нулевые в десятые прям просто пачками стали штамповать очень много практически каждый год стала что-то выходить вот тут 10 лет совету федерации в этом году кстати вышло но я уже не стал покупать сразу кстати марка стала редкостью 500 пленарное заседание совета федерации ну 500 раз они собрались учитывая ту роль которую совет федерации играет в российской системе власти прямо скажем так номинальную да ну я не знаю насколько это событие столь важное что его стоило увековечивать на марках ну хотя поскольку у нас всем стране заправляют чиновники вот они себе придумывают поводы для того чтобы выпустить марку а вот юбилей бетховена не смогли отметить ну ладно это как всегда я не буду сильно сбиваться на критику отечественной филателии значит вот видите марки с нашими великими физиками курчатов александров вот и здесь у нас кренкель кстати кто не знает эрнст кренкель это был выдающийся отечественный филателлист и он в 60 70 годы возглавлял всесоюзное общество филателлистов ссср ну вот ну и вообще это мое поколение то которое старше конечно его знает там молодежь практически не знает да но вот там сороковые годы в 30 и 40-е годы вот они полярники да вместе с летчиками это были самые главные герои нашей страны потом эстафету перехватили космонавты да ну а потом уже бандиты рэкетиры бизнесмены менты и чиновники но тем не менее слава богу что вот ему марку посвятили он безусловно этого достоин и как выдающийся полярник но и как выдающийся филателлист всемирный конгресс антинаркотических сил но он в россии проходил поэтому ему парку марку посвятили вот международная ассоциация академии наук ну окей вот значит 300 лет российской журналистики но это видимо отчитывается от первого номера газеты ведомости на 10 лет фельдегерской связи 10 лет конституции то что 93 года которая была принята ну такие до юбилейные коммеморативные марки вот один из самых вообще любимых листов марочных моих в отечественной филателли посмотрите как классно до изобразили автомобили вообще мне очень нравятся автомобили вот это вот классического периода там 20 40-х годов на 50-х вот здесь от руссобалта 11 года до победа 54 и обратите внимание вот на этот купон видите да лист из пяти марок с купоном вот это вот не знаю может быть кто-то узнал это не совсем эта картина это скорее аллюзия да на картину пименова новая москва классная картина висит в третьей ковке на крымском валу я ее очень люблю знаете с одной стороны это безусловно конечно пропаганда но пропаганда чего это пропаганда знаете стремление вперед но вот этого вот достижение человека до нового стиля жизни здесь вот видите девушка ведет машину по москве только что прошел дождь улицы мокрые да значит автомобили на картине пимонова она по-другому нарисована там вообще его жена служила натурщица его но тем не менее общий сюжет вот этого вот купона он явно значит оттуда взят срисован ну вот так что кто будет вот в третьяковки это новое здание на крымском валу на там где правильный дом художника вот эту и посмотреть но монастыри всякие эта тема вообще мне кажется неисчерпаемая филателии современной россии там столько тех монастырей было выпущено вот всякие разные даст какими-то видимо вот изображениями там икон святых каких-то там почитаемых в этих монастырях вот значит по европе да по программе европа это плакат на значит мой первый шаг печенье такая советская агитация попадается здесь видите где-то я не выкладывал тоже марка с хачатурянам у меня дубль завалялся а это вот кстати достаточно редкие гости на марках то есть это несъедобные ядовитые грибы ложные грибы да внешне похожие друг на друга называются грибами двойниками здесь видите именно грибы двойники то есть вот здесь я так понимаю изображен ну как бы видимо какой-то вот гриб значит вот шампиньон обыкновенный да съедобный и то что на него очень похоже бледная поганка да дубовик оливково буры да и сатанинский гриб но вот вот так вот каждый здесь показаны хорошие съедобные да хотя нет здесь вот мухомор и мухомор в общем короче вот тема видите грибы двойники грибы которые очень похожи друг на друга вообще как бы ну грибная филателия это вообще целое направление до тема для коллекционирования есть кстати я видел на ю тубе ролик но не вернее не даже не просто не один ролик а там целый канал на канале мужчина он собирает марки с грибами там несколько роликов отснял у него достаточно большая коллекция там несколько альбомов грибов ну вот значит князья ну я хочу сказать что здесь вот да у нас владимир мономах ярослав мудры данил московский все очень такие известные выдающиеся князя вот этот вот иван красные ну скажем так кроме того что он был отцом дмитрия донского ничем выдающимся в отечественной истории он не отметился коррели он знаете я сначала это слово честно говоря когда вот только купил марку я не знал коррели он с такой коррели он это я думал сначала что это что-то вот из архитектуры до совместность бельгии ли я думаю что коррели он сначала вообще первая ассоциация у меня было что это какое-то место в бельгия какой-то город там да или что такое географическое название потому что коррели он петропавловский собор полез значит коррели он это музыкальный инструмент это система такая колоколов закрепленных на единой раме да к языкам которых подходят веревки соединенные там с клавишами или педалями вот нажимая на эти клавиши педали значит музыкант играет на коррели они то есть кстати это вот именно бельгийская такая вот тема там это зародилась оттуда пошло по европе поэтому совместный выпуск россии и бельгии и малиновый звон пошло оттуда там город ну малин михелин значит вот выражение малиновый звон колокольна считается что значит пошло оттуда именно вот от этих вот батарей колоколов ну конференция по изменению климата видите здесь показано то что понятно к чему все идет до таяние полярных шапок снегов антарктиды и вот изменение этих температурных поясов ну а это кубок дэвиса там еще сейчас будет блок посвященный этому видите уже я говорю здесь они стали к сожалению накладываться друг на друга природное наследие россии да это республика коми там девственные леса коми вот узнаваемая наверняка одна из визитных карточек страны тоже считается одним из чудес света россии семи чудес но россии да это вот эти вот каменные пол болваны значит на плата мальпупунер это стал бы выветривание так называемая то есть там были горы состоящие из мягких и твердых пород да вот мягкие вода и ветры за миллионы лет сточили на вот эти вот твердые основания вот они остались стоят естественным местные жители там поклонялись думали что это какие-то вот окаменевшие боги все вот эти вот тоже юбилейные там новосибирску сто лет присвоение статуса города там 350 лет основание 4 до красноярску 375 лет комитет по финансовому мониторингу прозрачная экономика будущей страны вот интересные выпуски друзья сейчас я этот лист уберу чтобы было видно одни тоже из достаточно дорогих то по моему в этом году 2003 году это самый дороги самая дорогая позиция но тоже самое я уже это показывал да вот видите сертификаты эти на то что с золотом они исполнены три блока трехсотлетие санкт-петербурга 2003 год это как раз год трехсотлетие санкт-петербурга да но и вот такой вот богаты филателлистический выпуск сделали три блока одинаковых по исполнении но с разными номиналами 50 75 100 рублей видите и вот это вот здесь золотое тиснение ну и тоже вот видите тоже кстати такой достаточно редкий блок ну конечно его можно найти безусловно в продаже но имею ввиду что он и относительно дорогой ну неординарная позиция скажем так в этом году до 300 лет балтийскому флоту здесь вот на самом эти блоки тут современные корабли показаны а вот это значит это видите картина ой не помню художника но это значит вот эпизод взятие значит кораблей гиданая стрельт в устье невы значит 7 мая 1703 года там была история значит русские под командованием петра и меньшинского солдаты там на лодках поскольку это все на реке было до корабли зашли в него вот они на лодках подплыли взяли их на абордаж якобы сам александр данилович меньшиков там командовал этой абордажной партией дрался ну вот считается что это типа как бы первая такая морская победа одержанная русскими на воде против такого вот грозного соперника шведов но шведский флот тогда без дураков да и армии флот считались очень сильными чуть ли не лучшими в европе вот поэтому вот оттуда ведет отсчет российский флот 300 лет в этом году ему исполнилось но вот кто серии да вот еще блок тоже видите здесь сертификат вот тоже тиснение вот этого чаши кубка дэвиса вот тоже у меня здесь дубль этих марок там по моему получилось так что сначала те две марки купил а потом значит вот этот вот продавался комплект блок с марками ну поскольку цена была за него дешевле чем отдельно блок продавался ну думаю почему бы не взять еще вот значит тоже блок видите 300 лет почты санкт-петербурга здесь вот показано как петр видите еще ничего практически нет только-только строится санкт-петербург вот он значит получает там первую депешу вот она здесь да и и на полях нарисовали это была депеша от графа апраксина и тоже не могли конечно обойти такую дату 150 лет синопскому сражению павел степанович нахимов да и картина которая вот синопский бой по-моему если я не ошибаюсь это ивазовский картина ивазовского ну и последний в этом такой вот ну лист на наверное все таки это марочный лист не совсем блок потому что здесь две марки да это исследование антарктиды здесь вот показаны контуры значит вот этого подлёдного озера восток вот эти вот цилиндры которые туда бурили пускали мой дядя покойный был врачом 8 антарктической экспедиции он почти два года там в антарктиде провел но рассказывал конечно холодно есть его фотографии где он в обнимку с пингвинами стоит видите станция восток ну и тут тоже вот показано транспортеры до корабли самолеты все что советский союз активно очень вел научные исследования в антарктиде видите лист 0 блок блок наверное все таки номерное вот меня 83 тысяча девятьсот шестьдесят седьмой друзья собственно вот на этом все спасибо за внимание еще раз говорю недельки две видео не будет но не скучайте посмотрите другие каналы сейчас очень много достойных каналов по филателии появилась в русскоязычной зоне youtube а ну вот а я с вами прощаюсь желаю вам всего наилучшего здоровья самое главное в эти непростые времена увлекайтесь филателии собирайте марки и до новых встреч